Пока жареный петух не клюнет, никто не хватится. Старая пословица, как никогда к месту. Изношенные коммунальные сети в некоторых частях города доживают свой век как могут. Накануне на одном из объектов силы иссякли. На промышленном рынке в воздух взлетели бетонные плиты. В результате порыва трубопровода 243 объекта остались без тепла и горячей воды. К устранению ЧП ответственные приступили сразу же. Работы на данном объекте будут вестись до полного восстановления. Техника и средства имеются. Все на контроле. Все дома в границах аварии запитали по обратному трубопроводу. Центральное отопление полностью отключать не стали. На особом контроле социальные объекты, детские садики, стационар, также школы. Чиновники в полной боевой готовности подготовили обогреватели и тепловые пушки. У коммунальщиков своя спецоперация. Устранить проблему за короткий срок. В настоящий момент поврежденный участок у нас локализован, отключен. Выполнили демонтаж поврежденного участка. И в настоящий момент производим сварочные работы на данном участке. Но если вы можете посмотреть поближе, уже завершительный этап идет. Спецтехника работает с самого утра. Но рабочие столкнулись с некоторыми сложностями. Место аварии окружено торговыми павильонами. Для проведения дальнейших работ часть из них пришлось демонтировать. Незаконные сооружения, расположенные вблизи тепломагистрали, создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором и проложена труба. Предполагается, собственник рынка нашел лазейку в обход нового закона. Такие павильоны, даже не стационарные, в территории охранной зоны теплосетей стоять не могут. Но есть договора предыдущих годов. Так что сейчас они будут постепенно выявляться и не продляться. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Что касается самой аварии, то порыв устранили. Теплоснабжение ДОНОВ уже восстановлено. Далее сроки возобновления отопления в каждом конкретном доме зависят от своевременных действий управляющих компаний.